может у вас какой-то вопрос интересный есть как вообще в Харькове вообще тяжелое машиностроение как она в каком состоянии как развивается у нас работает мне больше нравится например даже не заводами не малышева харьковский тракторный завод вот бронетранспортеры бтр-3 бтр-4 так сказать идут там я уже не говорю там трактора всякие ну честно скажу я просто электронщик я больше так сказать могу просто за себя рассказать чем что что там делается в нашей русской тяжелой промышленности скажите за себя вот ну я вот человек самозанятый всю жизнь работал по специальности а вы на каком-то предприятии работали я же говорю что сам на себя я всегда работал нет нет ну это смотрите вот ну скажем так допустим ну вы же в советском союзе тоже работали нет в советском союзе я служил ну как учился в военном училище и был рядовым курсантом ну то есть вы на предприятиях не успели поработать нет ну как только практика когда это было в школе я извиняюсь просто так для понимания вопроса да а какого года шестьдесят девятого восемьдесят шестом году я закончил школу и поступил в военное училище харьковская же я понял а службу закончил в девяностом году я там шестьдесят восьмого года в общем я уже рядом вот поэтому я при советском союзе я на предприятиях не 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 поработал смотрите я до службы успел поработать некоторое время но пока повеску не получил я работал на брянском заводе полупроводительных приборов то есть там производились полупроводники микросхемы транзисторы там все такое и в общем то я наладчик вот конкретно этого оборудования я понял вы можете мне назвать хотя бы одну микросхему советскую которая не была содрана с запада аналогов или транзистор какой-либо понимаете ну такой каверзный вопрос на самом деле а не ну почему каверзный удивление 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 такое знаете я вам как скажу интересную вещь разведки работали с двух сторон точно вы можете сказать хотя бы одну микросхему которая была разработана в советском союзе а на западе и скопировали я понял какое направление вы хотите задать это понятно что разведки работали они в шоке были вы знаете вот когда я с вами извините я перебью да я с вами в этом вопросе спорить не буду в общем то направление ваших вопросов я уже понял ну конечно и можно я два слова скажу даже не интересно я понял вы начинаете гадить себя и почему же под себя я просто вас смотрите я вам приведу один пример вот давайте я скажу вы же сами из этой страны указывать на то что там вот у нас все плохо у них не я же разве ж я вот смотрите еще раз вы вспомните когда был полет союз аполлон по годам я не вспомню даже в 75 году нету просто сам факт вы же были ребенком но вы же помните страницы в журналах там в программе время конкретнее конкретнее американцы попросили за несколько лет до этого полета попросили данные по системе управления корабля союз для того чтобы их состыковать вместе вот они охуели извините за выражение системы управления стыковкой в советском союзе были электроника была аналоговая а у них уже применялись бортовые компьютеры на корабле союз стоял бортовой компьютер он назывался аргон-1 потом аргон-11 но он был на гибридных микросхемах то есть не настоящих не монолитных цифровых микросхемах они были содраны с аналога фирмы IBM а настоящие цифровые микросхемы это на едином кристалле который не разрезан на отдельные транзисторы вы это должны и вот когда американцы запросили дать им схемы параметры системы управления кораблем союз они долгое время так сказать говорили о том что это дезинформация говорит зачем вы нам так сказать такую грубо сделанную дезинформацию подсовываете вы нам даете так сказать аналоговую какую-то систему управление которое вообще так сказать вряд ли работает у нас грит давно уже бортовые компьютеры применяются смотрите то что вы называете вряд ли работает да она работала да смотрите смотрите я вам я вам такую может новость скажу может быть там что-то для вас в общем то когда в россии да в советском союзе выбрались какие-то методы либо либо какая-то электронная часть либо там что-нибудь да вот для для таких вещей да там то есть это направление допустим космос или направление допустим военно-морской флот или там еще что-то то шло скажем так тройная перестраховка и в конечном итоге троирование это троичная логика да и конечно в итоге делалось не не брался уклон скажем так в инновации там вот самый-самый уклон в том что это было надежно я понял и и и в том плане что там было там не цифровое там аналоговые аналоговые а вы знаете почему бралась аналоговая система управления а вы в курсе что вот это вот цифровое она только сейчас дошло до надежности а раньше это было ненадежно в 1977 году американцы запустили два космических аппарата воиджер-1 и воиджер-2 и тот и тот управляются при помощи бортового компьютера работает до сих пор воиджер-1 пролетел мимо планет юпитер и потом сатурн и ушел потом к краю солнечной системы с ним до сих пор поддерживается радиосвязь его приборы работают его компьютер работает до сих пор воиджер-2 исследовал юпитер потом сатурн потом уран потом нептун с ним до сих пор поддерживается радиосвязь вы можете мне назвать хотя бы один советский космический аппарат который бы хоть приблизился как-то по надежности к этим аппаратам я даже не буду спорить об этом я же не буду спорить об этом разумеется смотрите да даже не буду спорить это конкретный пример просто я привел ну давайте я я приведу приведите смотрите какая вот назовите какую-нибудь страну мире да в мире назовите какую-то страну которая бы ну скажем так имела на протяжении допустим 100 лет вот такие вот ну скажем перетрубации да когда там первая мировая революция гражданская война вторая мировая там и и и продолжаем дальше понимаете какая-нибудь вообще ну имела вот такое и сейчас вы говорите о том что кто-то ушел вперед а тут остался сзади да ну извините меня ну так бы такая ситуация была что надо было что-то там подумать что покушать а не то что там это в космос допускать точно даже точно даже в этой ситуации даже в этой ситуации наши первые все-таки в космос точно точно да на немецких ракетных технологиях это у меня есть сосед вот он бухает по-черному и вот он говорит ты представляешь говорит какое у меня здоровье что я говорит уже сколько лет сколько лет бухаю и до сих пор живой ты говорит представляешь говорит мне он сколько говорит у меня здоровья вот это вот ваш пример с вот этим вот революциями и так далее из этой же области да спасибо вам пожалуйста пожалуйста информацию что вы меня просветили пожалуйста но если честно вот вы мне но не просветили не нагружу я понял электроника последнее договорил электроники советской хватало чтобы долететь до венеры потому что меньше чем ну около полугода летела аппаратура туда поэтому в исследованиях венеры у советского союза есть определенные успехи садились аппараты на венеру и даже оттуда там пару часов пока он не перегревался даже передавал изображение а вот на марс можно можно спросить да а вот на марс лететь девять месяцев и вот электроника советская уже дохла поэтому ни одной полностью успешной миссии на марс нету единственный посаженный аппарат советским союзом марс 3 проработал 14 секунд на поверхности марса потом как считается коронный разряд антенны я не буду в этой области да но я вам скажу еще такую вещь знаете когда ну скажем так закончилась вторая мировая и американцы в общем-то своей скажем финансовой системы подняли весь мир под себя то в общем-то весь мир работал на них а мы работали самостоятельно это раз если по поводу всех этих марсоходов там и все такое хотите сказать да я могу допустим сказать что вам конкретно да вы же в военном училище ведет учили да было дело просто тут некоторые люди смеются мне в глаза и говорят блин такого бреда мы ни разу не слышали там и все такое такого не бывает и вообще это про полеты американцев на луну вы имеете в виду нет нет я не не про полеты американцев я даже не хочу затронуть когда наши создали ракеты которые летают выше скорости звука несколько раз да мне сказали да ты дебил понимаешь такого быть невозможно как ракета может лететь с такой скоростью еще она будет управляем и вот а как кстати она управляется подождите я понял я хотел бы спросить у вас как это она управляется так я просто договорю я хотел бы договорить в отличие от русских ракет американцы тоже создавали эту систему и почему-то ну скажем так после запуска этих ракет через некоторое время буквально там секунды там или минуты терялось связи и больше не могли управлять а у меня вопрос к вам что у вас какие-то есть успехи по гиперзвуковому оружию кто вам об этом сказал откуда вы узнали об этом короче смотри я я вам еще такой вопрос задам ну мало ли может быть в этой же будут еще тудаonda 보 У нас есть торпеды, которые двигаются со скоростью 200 узлов под водой. Да, шквал. Да, вы в курсе? С реактивным двигателем. Там немножко другой двигатель, ну ладно. Реактивный, да-да-да. Там не толкающий винт. Нет, не толкающий винт. Не толкающий винт. А какой там двигатель, а ну-ка расскажите мне, вы же знаете. Да я же не буду. А-а-а! Вы знаете? Ну, реактивный двигатель, да. А это еще с немецких разработок пошло, кстати говоря. А, опять с немецких, да? Да, представьте себе. Я понял. Ну, короче... А вы можете мне сказать хотя бы что-нибудь, какую-нибудь отрасль в Советском Союзе, которая бы не имела немецких корней? Давайте, ну, скажем так, закончим нашим общением. Ну, понятное дело. Потому что, ну, ваше направление, ваше направление, да, у меня в принципе понятно. Да я же просто вопрос задаю. Вы можете назвать? Да, может быть радиолокация, а без немцев обошлась. Все, что наше, это говно, и это все не работает, да. А все, что иностранное, это чудо техники и совершенные там технологии, да? Ну, представьте себе, да, вот, например, там, я не знаю, «Москвич» и «Мерседес». Сравните просто, на секундочку. Хорошо, хорошо, «Москвич», «Мерседес». Все, до свидания. Нехай ща стыть. Всего вам, всего вам доброго. Нехай ща стыть. Кстати, я про ракеты «Шквал» сделаю отдельное видео. Очень интересно, постараюсь, постараюсь, да, отдельно рассказать. Вы знаете, вот… Ну, по возможности, конечно. Вы мне тему хорошую, в общем-то, ну, мысль там кинули, да, и я постараюсь конкретно, если в следующий раз мы с вами встретимся, тогда… Да, хотя бы одну, вот, секундочку, да, хотя бы одну микросхему, которая была бы оригинальная полностью микросхема в Советском Союзе, и которую бы хотя бы на Западе скопировали бы. Как? А вы знаете все названия микросхем? Нет, все не знаю, но очень многие знаю. Очень многие знаете? Назовите мне какой-нибудь тип микросхемы, я скажу, что это такое. Ну, постараюсь, по крайней мере. Ну, нет, я вам такого сказать не могу. А если бы вы сказали, то я попробовал бы ответить. Для того, чтобы сказать чего-то, понимаете, нужно в этой области, ну, конкретно разбираться, понимаете. Ну, вот вы не разбираетесь, поэтому вы и думаете, что советские микросхемы – самые лучшие микросхемы в мире. Я скажу, что они самые лучшие. А какие они? Я вам не сказал, что они самые лучшие. Копия всегда будет… Смотрите, вы попросили не додумывать за вас. Не додумывать. Сейчас вы не додумываете за меня. Хорошо, не буду. Так вот, смотрите, копия… Я ни разу не назвал. Да. Так вот, копия всегда будет существенно хуже, чем оригинал. Я даже не вспомнил. Драли все подчистую. В Советском Союзе были технологии, заточенные на то, чтобы сдирать топологию западных микросхем. А на Западе были технологии, рассчитанные на то, чтобы разрабатывать новые типы микросхем. Молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Все, хорошо. Всего вам доброго. Вот поэтому же электроника и не долетала до Марса. Вам всего хорошего, вашей семье, здоровья. Нехай щастыть. И вам того же. Нехай щастыть. Нехай щастыть. Нехай щастыть. Вот совкадрочерство, вот это вот, и непонимание. Это все от незнания или от какой-то такой вот, я не знаю, мелкой такой подлечения. Они до сих пор думают, что Советский Союз это была та система, которая была способна поддерживать творчество инженеров, ученых. Да, так сказать, это происходило прежде всего в фундаментальных науках, в отдельных направлениях. И то очень мало сравнительно Нобелевских премий. В биологии, по-моему, вообще нет. В химии одна Нобелевская премия, если я не ошибаюсь. А для того, что касается, то, что сделано для человека в Советском Союзе, так сказать, реально, только копирование каких-то западных вещей, которые были придуманы для западного человека. Вот так вот.